Могу вам смело сказать, от имени чеченцев, мы с большой любовью относимся, у нас хорошие друзья в Дагестане. Когда я обращаюсь, я хочу поблагодарить моих друзей-кумыков, которые мне прислали из Эндерея, из Махачкалы, из Стамбула. Хочу поблагодарить моих друзей-врачей-даргинцев из Дагестана. Хочу поблагодарить Лизгинов из Дербента и из Москвы, которые писали, что они с чеченским народом. Ребята, дорогие мои друзья, те, кто мне писали, огромное вам спасибо. Но я хочу вам сказать, мы с аварским народом, мы с аварским народом. Деньга Халидов транслировал мне настроение, по крайней мере, настроение не всех аварцев. Сегодня в мире есть главный аварец. Президент Конгресса народов Дагестана Ахмад Ахмедов. Человек, который с гордостью называет меня своим старшим братом. Человек, который стоит на принципах освобождения Дагестана. Таких людей у меня много среди аварцев. И поэтому, мои друзья дагестанцы, не аварцы, не поддавайтесь на провокации. Я знаю, что вы большие друзья чеченцев. Я знаю, что вы всегда стояли и будете стоять рядом с нами. Но мы никогда не будем дружить ни с кем против кого-то. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет и слава в Украине. Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Васадзе. И сегодня у нас live, прямой эфир с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Бутаевым. Приветствую, Руслан. Очень рад видеться. Гелла, приветствую тебя. Приветствую твоих зрителей. Ассаламу алейкум. И всем всего доброго. Алейкум ассалам. Там, Руслан, сразу же несколько человек прислали мне странное аудио с человеком, которого я не знаю, честно говоря. И даже спрашивал, кто он, что он. Ведь, честно говоря, я услышал весь комплекс таких, знаешь, стандартных обвинений в адрес чеченцев о том, что они ультра-националисты, чуть ли не нацисты, что нет писаной истории. И вспомнили про Шамиля Ибансе, Байсангуров, вспомнили про Урарту и чеченцев. Ну и, конечно же, была замечательная концовка про то, что чеченцы плохо воюют на фронтах СВО, а вот у дагестанцев хорошо. И концовка, конечно, феерическая про то, что Хаббат и, насколько я понимаю, мировые силы зла поставили для чеченцев для того, чтобы создать какое-то новое государство. Видимо, вечно-то новое хазалии какое-то. И вот чеченцы сейчас для того и вооружены до зубов, чтобы вот в перспективе вот это все было. Ты знаешь, я обычно не реагирую на такие вещи, но когда сразу несколько человек, ну, у кого я могу спросить? У тебя, естественно. Поэтому ты тоже знаешь про это аудио, поэтому я и спрашиваю, кто этот человек и как он вот так достаточно подробно меняет целый народ. Ты знаешь, Гилл, мне тоже, скажу тебе откровенно, до того, как ты мне присылал эти аудиозаписи, мне, в том числе и мои друзья из Дагестана, присылали чеченцы разные. Ну, там много аудиозаписей, поэтому, скажу честно, я много не слушаю. И думаю, ладно, потом будет время, я откладываю. Ну, когда ты мне прислал и говоришь, послушай, ну, тогда, соответственно, и, конечно, я, если я скажу, что я был удивлен, то я, пожалуй, ничего и не скажу. Я был ошарашен, я его, конечно, узнал по волосу. Это Динга Ахалидов, достаточно известный общественный деятель Дагестана. Человек, который много раз бывал в Чечне, и особенно, когда я услышал вот эти надуманные, такие глубоко негативные отзывы про чеченцев, и он не по праву обвиняет чеченцев, и, конечно, я был удивлен. И я, как правило, полагаясь на свою голову, я не занимаюсь конспектированием или ещё чего-то. Но вот в данном случае, я когда бегом слушал его записи, я взял себе бумагу, и я там отмечал, потому что обвинение сложное, и надо было. Если я что-то упустил, если ты помнишь потом в процессе, если спросишь, я отвечу. Но здесь что я хочу сказать? Я сделал себе небольшой конспектик тех вопросов, которые он поставил. Из твоего разрешения я и попытаюсь ответить на те вопросы, которые, скажем так, выражаясь языком молодёжи, он задал вот некий тренд, и это всё изрегал из себя вот это всё своё. Тренд однако, тренд. Да, вот именно вот тренд такой. Смотри, он начинает очень интересно, салам даёт всем дагестанцам, но он абсолютно осознанно чётко даёт знать, что этот салам не адресован чеченцам. Сначала, прямо, буквально, всё начинается с того, что он бросает вызов. Дальше по жанру каких-то очень глубоко замысленных сюжетов он начинает. Он обвиняет чеченцев на наличие у них комплекса неполноценностей и зависти. А неполноценность он обуславливает отсутствие писанной истории у чеченцев, которую, надо сказать, и автору этого аудиозаписи я хочу напомнить, что чеченцы имели свою писанную историю, не меньше и не хуже, чем другие народы. В 1944 году машинами, грузовыми машинами привозили архивы чеченцев на площадь города Дозброзного, и там его сжигали работники НКВД. Может быть, Динга Халиду обладал информацией, потому что во время выселения чеченцев активное участие в помощи НКВДшникам помогали 8 тысяч адресанцев. Я не исключаю, что один из его предков или дед, или отец тоже принимал. И он обладает информацией, что у чеченцев не сохранилось письменные источники. Он ставит под сомнение все те знания и истории, полученные на преданиях у чеченского народа. Но при этом он осознанно ставит под сомнение сведения многочисленных сторонних источников. То есть помимо того, что есть писанные истории у чеченцев, у грузин, у дагестанцев, у аварцев, там же есть и сторонние, будь то арабы, или турки, или греки, или евреи, русские, которые заезжали, бывали и писали. Есть же сторонние источники, которые тоже дают нам очень много. Но если ты заметил, что интересно, вот те сторонние источники, где подтверждается версия чеченских историков, учёных чеченских, он напрочь утверждает их, утверждая, что это лживые. То есть когда и сторонние есть источники, но он говорит, что это лживые. И он вообще идёт дальше в своей фантазии и утверждает, у чеченцев вообще нет науки, он говорит, а есть мифотворчество. Он обвиняет Чеченскую академию на фальсификации истории. Но в своих обвинениях Денгар решил вообще пойти далеко. Кстати, он не оставил ни одну сторону жизни чеченцев. Он обвиняет чеченцев в том, что при изучении глубинных связей с шумерами, хуритами, уральтицами, что чеченские учёные видят только нахов своих предков, тем самым игнорируют интересы других кавказских народов. Понимаешь, дело в том, что я не тот учёный, который когда-либо занимался в Чеченской академии наук и истории. Не только чеченской. Я никакой историей не занимался. Я немножко занимаюсь другими вещами, как учёный. Но я знаю, проживая в чеченском обществе, когда какие-то учёные проводят исследования соседней народы, представителей соседних народов, когда проводят аналогию, скажем, одного, другого, третьего народа, они обижаются, они считают, что, скажем, тот же чеченский учёный не отразил должным образом то, что было в истории про их народ. И тогда было принято решение, и я считаю, это очень разумное решение, потому что, в принципе, ещё на Кавказе учёные этих народу не созрели к факту, принимая действительно как учёные с холодной головой. И тогда было принято решение, что они будут заниматься историей чеченцев. То есть совершенно не обвиняя, не очерняя, не каким-то образом глумясность истории соседних народов, наших, кавказско-братских народов, Чеченской академии наук, скорее всего, пошла по пути, что они начали рассматривать именно и говорить о чеченской истории. И поэтому именно в связи с этим они оставили рассмотрение вопросу с представителями других народов. Деньга пошёл ва-банк. Он говорит, у чеченцев больное самолюбие, больное воображение, что чеченцы мифотворцы. И в противовес всему тому перечню серьёзнейших обвинений против чеченцев, мой друг, доводом для него служит то, что он говорит, у дагестанцев есть писаная история, которая насчитывает 2000 лет. Отсутствие таких источников порождает именно с его точки зрения неполноценность. Но здесь я хотел бы сделать небольшую оговорочку в плане того, да, там история есть, история действительно наука, и наверняка у чеченцев, если бы мы не подвергались бы усилению, если бы особое внимание, к сожалению, при содействии и при активном участии некоторых представителей соседних народов, наверняка у нас сохранилось бы. Но сегодня мы живём в другом мире. Генная инженерия настолько далеко шагнула, и мне часто приходится напоминать людям, что мы, в принципе, можем давать характеристику и определять настроение, глядя на самих себя. Неужели кто-то думает, что его предки были лучше его? Ещё раз говорю, наследственность, генная инженерия говорит очень о многом. Я всегда, когда начинаются такие споры, говорю, смотри на самого себя. Смотри на себя, и ты будешь знать, чем занимался твой дед, прадед и так далее. И поэтому я на автору этой аудиозаписи сказал бы, посмотри на себя. Тебе и не нужна двухтысячная история ни дагестанцев, ни чеченцев. Посмотри на себя. Посмотри, что ты делаешь. Посмотри, чем ты занимаешься. Вот такие новейные тонны. Мысли, ещё раз говорю, не анализировал полностью. Такие, скажем, первые мысли, которые приходят в скоротечном ознакомлении с этой аудиозаписью. Ну, я очень поверхностно знаком с историей Северного Кавказа. Кстати, это мы сейчас исправляем, исправляем вместе с Марьбеком Ачагаевым, с которым мы начали, правда, не так, не с глубокой верности, мы начали с Горской Республики. Я думаю, что всем, кому интересно, а интересно будет многим посмотреть этот цикл про Горскую Республику, в общем-то, передачи будут. Постараемся еженедельно. Но, что касается, даже я, который, еще раз говорю, слабо разбираюсь в истории Северного Кавказа, даже я знаю, несмотря на то, что многие письменные источники чеченские были уничтожены, кое-что все-таки осталось. Во-первых, остались в архивах здесь, в Грузии, это же был архив центральной губернии и всего Кавказа. А во-вторых, ну, есть вещи, которые невозможно уничтожить, например, надписи на камнях. И они есть. Они есть, поэтому, ну, мягко говоря, он не один, не один раз сказал неправду, но вообще, честно говоря, этот бред не хочется обсуждать. У меня гораздо более важный вопрос. Зачем? Зачем вот этот вопрос? Смотри, Гела, кажется, мы с тобой об этом тоже говорили несколько месяцев назад на украинском одном из телевидений у Курбановой высветился некий Асланян и тогда он говорил очень интересные вещи о чеченах, про их повадки и про то, как они отрезают и отрубают головы. Возможно, в деньгах Лидов и Асланян но эта серия запущена одной программой и эту серию мы настолько хорошо читаем, мы ожидали, мы знали. Скажу честно, не ожидал от этого человека точно и из Дагестана точно. Смотри, российские спецслужбы закручивали, запустили и раскручивают по всем направлениям операцию по дискредитации чеченцев. Они понимают, что чеченцы полны решимости реванша, реанимации своего государства и восстановления своей власти. Для этого у чеченцев все ресурсы имеются. Главное есть, главное есть решимость чеченского народа и воля к победе. По понятной причине лучшие представители соседних народов подхватили чеченские инициативы. Они уже сделали много для организации своего освобождения от порабощения России. И это реальная сила заточенная на победу. У всех народов есть свои политические лидеры, стоящие на принципах независимости своих народов. Вот этого российские спецслужбы допустить не могут. Они понимают, что импульсы поддержки и практической помощи вот этим движением групп национально-освободительного такого порыва на Северном Кавказе этих активистов получат они от чеченцев. Поэтому в спешном порядке развернута работа по всем направлениям дискредитации чеченцев, столкновениях с соседними народами. И именно вот это сейчас будет и способствовать и появлению еще и других игроков. Они будут по знанию или по непознанию, по наитию или по глупости. Я не могу сказать, мы очень легко обвиняем человека в сотрудничестве со спецслужбами какими-то, не знаю я, хотя очень похоже, но я не могу это утверждать. Но в любом случае Деньга Халидова выполняет роль отведенной российскими спецслужбами по дискредитации чеченцев и столкновения его с соседними кавказскими народами. Знаешь, если мы говорим об этом, то давай уже ответим на то претензию, что Хаббад вообще поставил на чеченцев и так далее и тому подобное. Откуда это? Ты знаешь, Гилл, с твоего разрешения вот в той последовательности и в какой он там в своем обращении к дагестанцам говорит, я бы, наверное, попытался бы сформулировать мы с тобой вместе и, может быть, это сделаем. Вообще, какая роль отведена вот в этой, скажем, этой ипсо, без сомнения, это такая информационная, это очень серьезная психологическая атака, серьезная психологическая атака, которую, я еще раз говорю, мне очень много людей пишут, звонят, в том числе и из Дагестана. Вот послушай, что он говорит в той последовательности, которую он и раскручивает. Он говорит, войны начинаются с карт. Чеченцы запустили в оборот фальшивые карты и фальшивые истории. И в качестве примера он говорит, война Азербайджана и Армении началась с того, что были запущены карты фальшивые. И, да, я понимаю его наверняка, скорее всего, он сторонник Армении, и он считает, что Азербайджан в отношении Армении поступил неправильно. Я это не слышал от него, но я так интуитивно полагаю, его сущность подозревая, что вот такое и было. И здесь очень важную мысль он говорит, вот в этой, я пытаюсь максимально близко говорить, цитировать его. И разные там, говоря, проблемы отношений к дагестанцу, чеченцу, он говорит, правильно ребята говорят, никаких уступок чеченцам, ничего им не возвращаем. А здесь о чём идёт разговор? Понимаешь, он закручивает сюжет, он обостряет ситуацию, но это осознанно. здесь идёт разговор за Новолахский район, где и решением всех уровней властей было принято, что это чеченская земля, там чеченские дома, чтобы вернуть свои дома, там не нужны никакие карты. В чеченских домах до сих пор чеченский дух не выветрился. До сих пор живы чеченцы, которые родились и жили в этом доме, правда, к сожалению, они умирают, так и не попав к себе домой. И здесь есть очевидные факты захвата вот этих чеченских земель. И деньга ни много ни мало говорит, мы эти земли чеченцам не вернём. Серьёзное заявление. Он обеспокоен и озабочен тем, что чеченцы сплочены и они едины. Чеченцы только тем и заняты, что демонстрируют свою особенность. Я цитирую автора. Он страдает от того, что чеченцы усиливают. И дальше он эту мысль развивает, говорит, усиление чеченцев, он говорит, это и есть опасность для дагестанцев. И на основании всего выше изложенного он предлагает дагестанцам держать ухо востро и объединяться против чеченцев. Что я могу сказать? Конечно, я удивлён, без сомнения. Я удивлён. И могу я здесь сказать, мы разные с этим человеком. Мы разные и цели мы ставим перед собой тоже разные. Он предлагает дагестанцам быть сильными в борьбе против чеченцев. Мы чеченцев в подавляющем своём большинстве делаем всё, чтобы быть сильными против нашего врага, против врагов нашего народа, нашей религии. А дагестанцев, кавказцев мы никогда не причисляли к своим врагам. Он сетует на то, что чеченцы сплочённые и дружнее. Я ему хочу сказать, так чеченцы это этнос. В отличие от тех же аварцев, кого он принадлежит. Вы же аварское общество. Вы же знаете, для увеличения своей численности вы причислили к себе много разных представителей племён, которые не являются вами. Возьми тех же андийцев, которые пишутся аварцами, они не являются. Есть огромные сёла, рядом аварские сёла, где они не понимают друг друга, они говорят на разных языках. Поэтому что я могу сказать? Он предлагает им быть единым, а я хочу сказать, единым может быть только то, что является единым. Чеченцы этнос, они говорят на одном языке, они думают одними мыслями. Не думаю, если вы даже объединитесь с Ираном и с Турцией, вы что-либо сделаете. И поэтому этот его откровенный проблема дела заключается в следующем. Это же провокация совершенно очевидная. и этот его ложный призыв молодёжь Дагестана может принять за чистую монету и может подхватить. Но он не успокаивает. Так в том-то и всё дело, слушай, Руслан, в том-то и всё дело, что призыв неважно единство. Я, кстати, единственное, за что согласен в данном случае во всей этой речи, это в том, что да, да, конечно же, и дагестанцы должны быть едины, и чеченцы должны быть едины. Более того, я скажу, дагестанцы и чеченцы между собой вместе должны быть едины. И вместе со всеми с ними должны быть едины все народы как Северного Кавказа, так и Кавказа вообще. Вот это правило. Геннадий, правильно, о чём ты говоришь? Нет ни одного народа, у которого не было бы, скажем так, тёмных пятен в истории. И сейчас я могу сделать отдельный стрим и говорить до бесконечности о недостатках моего народа, о недостатках пружины. Но, как правило, мне описал Николай Рожкифанит, известный наш писатель, мыслитель, я бы даже сказал, правильно говорю, что когда ты говоришь о недостатках своего народа, ты должен кинчать. А вот когда ты говоришь о недостатках другого народа, ты должен тихонько сказать это на ухо своему другу из другого народа. И это очень важно. А вот то, что это провокация, это провокация, которая не стоит, не стоило бы выеденного яйца, если бы это не действовало бы на умных людей. К сожалению, насколько я понял, действует. Смотри, Гелла, то, что ты говоришь все правильно, но он же не предлагает объединиться народом в Кавказе. Понимаешь, он продолжает свою мысль. Для того, чтобы быть сильными, он говорит, надо быть в форме физически. Против Чечет, в данном случае, ну это бред. Абсолютно верно. Он говорит, надо быть в форме и не разделяться внутри Дагестана. Он обращается аварцы, кумыки, лакцы, лизгины, табасаранцы, дергинцы. Все мы должны быть как единый кулак и должны быть против чеченцев. Здесь он совершенно без обидников запускает идею создания штурмовых групп из этих народов. Все распри внутри Дагестана он предлагает отложить. Мы сами, как потом, разберемся. но сейчас все должны объединиться против чеченцев. И здесь, когда ты это слушаешь и обладаешь какими-то другой информацией, какие-то другие сведения, и тут, конечно, сразу же у тебя в голове появляется мысль, но тут уже обозначился, что появился куратор вот этих провокаций. Вот кураторство он берет на себя и он уже этой работой занят. Он предлагает дагестанцам объединиться против чеченцев. Я его хотел бы спросить, задать вопрос. А он уверен, если Кумику, Лизгину или Даргинцу надо будет выбирать между аварцем и чеченцем, он уверен, что выберут аварца, что ставку сделают для аварца. Он об этом не задумывался, а он уверен, что аварцы откликнутся на его призыв. И здесь тоже мы разные. Разные в том, что мы с тобой говорим о сполочении Кавказа. Деньга Галиту предлагает дагестанцам объединиться в борьбе, в войне против чеченцев. За нашей самодостаточности он усматривает больное самолюбие и высокомерие. Я хотел бы ему, исходя из того, что он говорил, он же призывает дагестанцев, Лизгины, Даргинцы и там, объединяйтесь. Я хочу напомнить, ты когда-нибудь слышал, чтобы мы просили кого-то объединяться против кого-то? Для решения своих вопросов или каких-то проблем чеченцы никогда никого не призывают. Мы их сами решаем, потому что мы самодостаточные. И не надо говорить, что это больное самолюбие. Самодостаточность это не самолюбие. Мы даже на войну с нашим врагом чеченцев не зовём и не призываем. это дело чести каждого отдельного человека. И он вот те мысли, которые внутри его находятся, одолевают его, он их и транслирует. Он бесправно на это обвиняет чеченцев в несовершённых чеченцами преступлениях против Дагестана. Ведь чеченцы всегда были для Дагестана, для дагестанцев опорой и спасением. Но давай историю, которую все знают и все помнят. Когда спасаясь от вас, товарцев, имам Шамиль бежал из Дагестана, он же пришёл к чеченцам. Его приняли как почётного гостя, как брата. И 25 лет он прожил у чеченцев полной безопасности. Он проводит параллели Байсенгур, имам и что-то там хочет. Это ненужные споры. Я хочу, чтобы никаких спекуляций не было. Я являюсь потомком одного известного наиба, имама Шамиля, Эзи, сына Гази. Мой прадед Кутай-то был его родной дядя. В отличие от деньги, в 2008 году мы наследники потомки наиба, имама Шамиля, и там был представитель потомок, шейха Мансура и многих других известных людей на Кавказе. Мы собрались, поставили цели. В принципе, ещё раз проанализировали, сказали, что Россия нас оккупировала и что мы вместе будем двигаться. Шамиль для нас является героем, который сражался против русских, против этого произвола. Давай современную историю затронем. В 1999 году когда в Сумандинском районе окружили аварцев русские войска, российские войска и начали их безжалостно убивать, они обратились к чеченцам с помощью выручить их. И чеченцы пошли и действительно атаковали русских и вызвали из окружения аварцев. В это же время, когда они обращались к даргинцам в соседних сёлах Чабан-Махи и Карамахи, которые тоже там провозгласили шариат, даргинцы по понятным причинам, что потом это используют против них, даже им патрон не дали. Вот когда отступали русские, после того, как аварцев вызвали, они окружили Чабан-Махи и Карамахи и там начали убивать не только мужчин, но и женщин и детей. В эти дни ко мне приехал Надир Хачилаев. Он был у меня дома. Он рассказывал, что он видел. Ведь помощники Хачилаева, мы до сих пор общаемся, они же свидетели всего этого. Руслан, он говорит, с белым флагом даргинские женщины из Карамахи, Чабан-Махи с детьми идут и на поражение стреляют русские. И обратно чеченцы пошли и вызвалили даргинцев, которых русские хотели убить. И после всего этого дагестанцы не по праву обвинили чеченцев в попытке захвата Дагестана. Они даже медальки носят у себя на груди за войну против чеченцев. Мы вас не упрекаем. Каждый ведет так, как он ведет. А может, он исторически ведет. Обратная история. Не по праву нас он обвиняет. Или скажем, давай. Вот в этих двух чеченских жестоких войнах, очень много, в том числе и дагестанцев, участвовали на стороне русских и воевали против чеченцев. Очень многие говорили, мы об этом не любим, говорить мы не хотим. Вот это все вытаскивать нам говорили, что наиболее жестокими к чеченцам были аварцы. И в качестве примера могу привести генерал Гаджи, комендант Урус Мартана, который жестоко пытал и убивал не только мужчин, детей и даже чеченских женщин, которые как собака были убиты чеченской девушкой. Но мы же никогда не обвинили аварцев в тех преступлениях, которые дагестанцы совершали против чеченцев. Он пытается взять на себе роль, которую, к сожалению, исторически уже по наследству передается. В 2000-х годах именно вот эту роль, которую сейчас пытается на себя взять Деньга Галидов, исполнял Махач. Он тогда был главным обвинителем чеченцев. А в 90-х годах эту роль выполнял Магомед Толбой, будучи секретарем Совета Безопасности Дагестана. Историю мы тоже знаем. Мы ее изучаем. Мы об этом не говорим и не упрекаем, но мы знаем. Вот такие эмоции дела. Эмоции, конечно, бьет через край, но ты же понимаешь, в чем дело, что если сейчас разбираться, кто участвовал в составе... Я вот не согласен с тем, что дагестанцы участвовали против чеченского народа, против... И вот в этих двух чеченских войнах против Ичкен. Не согласен, потому что те, которые участвовали, они уже не дагестанцы. Они не аварцы, они не лаксы, они не кумырицы. Они вообще уже не кавказцы. Полностью согласен. Те, которые участвовали в имперских войнах против Северного Кавказа, они ведь... Все, они потеряли моральное право называться людьми. Ровно так же, как и и ими, тот, который воюет против Украины, кавказец, он перестает им быть. Не потому, что мы снимаем с себя ответственность, я в данном случае за весь как-то, за этих людей. Нет, за этих людей ответственность снимать нельзя. А потому, что по сути это не так. По сути не может аварис воевать против чеченца. В имперской войне может быть конфликт между аварцем и чеченцем, может быть. Но в имперской войне не может быть. Не может аварис, который воюет на... Или чеченец, который воюет против аварца до стороне имперских сил. И любой другой. Или любой грузин. Вот мы знаем, грузинский легион, низкий им поклон в Украине и так далее и тому подобное. Но ведь наверняка есть немного единичные... Наверняка есть грузины, которые воюют из ФССР. Наверняка есть те, которые в России там выросли, на телесе и так далее. Я полностью разделяю твою точку зрения. Я являюсь сторонником этого. Я всегда говорю, как только они поступают на службу Министерства обороны России, ФСБ России, Росгвардии России, они становятся ФСБшниками, военнослужащими Министерства обороны. Я почему? Я немножко обнажил с точки зрения вот этого человека. Если мы будем говорить, посмотри, мы могли бы о чём говорить, но мы же об этом не говорим. Мы же об этом не говорим. Ты думаешь, он на этом успокоился? Нет. Он раскручивает маховик дальше в своих огульных обвинениях чеченцев. Ни много, ни мало он обвиняет чеченцев в том, что они хотят развалить Дагестан. Хотя истории никогда, истории ни в прошлой, ни в какой известной даже в 2000-й его истории чеченцы не принимали участие ни в каких войнах против ни одного народа. Кстати, и в Украине тоже, мы чуть позже, он тоже, ты вначале тоже говорил, он тоже упрекает чеченцев в том, что они активно не воюют. И вот он говорит, что чеченцы отбросят Дагестан в Средневековье. Понимаешь, такие пасквили во времена Сталина в НКВД писали «стукачи и завистники». Они там смотрели, вот такие пасквили они писали. Я ему хочу сказать, он так озабочен в Средневековье. Так вы находитесь в Средневековье. Так как в ваших городах, на ваших улицах, в лошадях стоит война, об этом же весь мир кричит. Вы же знаете, у вас переполнены канализации, у вас неубранные улицы. Вот ты же не можешь в этом, он же не может в этом обвинить чеченцев. Попутно он и упоминает про варягов, которые присылают управлять Дагестаном, про их преступную сущность. Но он не предлагает народам Дагестана объединиться против их произволов. Они ведь ставленники Москвы. Он не призывает Дагестан восстать против варягов и заставить их навести порядок, чтобы на улицах не было мусора, чтобы канализации не воняло. Не чеченцы отбросили Дагестан в Средневековье. Вон они, варяги, вас они туда отбросили. Но почему он не борется с ними? Но он не будет им бросать вызов. Он всё ещё надеется, он оглядывается на этих варягов. Может быть, они обратят на него, на деньгу халидово внимание. Вот всё это время все его потуги попасть во власть в Дагестане не увенчались успехом. Вот сколько я его знаю, а я его знаю с 90-х годов, верхом его потолком его карьеры было, он был помощником на общественном начале. И поэтому он пытается где-то себя устроить. Он видит, жизнь уходит. Мы где-то с ним ровесники. Ведь жизнь ушла, и он пытается путём предательства, доноса, фальсификации, навета. Очень жаль. Очень жаль, что этот человек опустился до такого состояния. Слушай, он как бы намекает на кадыровцев, но ничего не говорит прямо и не называет кадырова. А почему? Понимаешь, вот ты начал об этом. Он же утверждает, что Хаббат определяет поведение российской власти. Он начинает Хаббат. Это еврейская организация всесильная. И он говорит, Россия управляет Хаббат. И развивая свою мысль дальше, он утверждает, при этой власти, при российской, этой хаббатской власти, он говорит, чеченцы усиливают. То есть эта власть хаббатская и чеченцы имеют поддержки и понимание. Ни много, ни мало он формулирует это отношение как сговор двух народов, чеченцев и евреев. Он откровенно это говорит. Получается, опосредованно через Хаббат, чеченцы участники масонских лож и сторонники каббалистических учений. Кстати, он об этом тоже говорит. Он утверждает, что чеченцы аффилированы во всемирном заговоре Хаббата против Дагестана и всего Кавказа. Это очень серьёзное обвинение. Это очень серьёзное обвинение. И на основании вот этих доводов он решил, что чеченцы и евреи аффилированы в единые цели. И он формулирует эти цели. Он обвиняет. Здесь очень внимательно. Он обвиняет, что российские военнослужащие это ровно о чём мы с тобой и говорили. Ведь ты правильно говоришь. Здесь же разговор идёт именно о российских военнослужащих, состоящих на службе Росгвардии, Министерства обороны. Он говорит, они интегрированы, да, там, чеченцы, интегрированы в еврейский Хаббат. Что чеченцы воюют, получается, за новый мировой порядок, устанавливаемый Хаббатом и евреями в США. Да, кадыровцы здесь, без сомнения, фигурируют. Он обвиняет Аллаудинова в непатриотизме, делая упор на его отчестве, Аронович. И он бывает у Соловьёва. Но и Аронович, и Мироныч, и Ароныч, они же служат одной власти. Здесь какая-то конкуренция. Он же, Денга, Халидов, Аллаудинов, вы же служите одной власти, у вас хозяин обид. Более того, он многое отдал бы, чтобы попасть к Соловьёву на эфир. И вот здесь от той зависти, которую он хотел повесить на нас, и вот здесь совершенно очевидна эта зависть Мироныча, Ароныча. Дело в том, что Денга Халидов служит босикам. Да, босикам. Русским патриотам типа Дугина, Ивашова, он же евроазийский, вот этот вектор развития, он сторонник этого, он сторонник такой, ярый русский патриот, правда, он так на подкорме находится в вспомогательных ролях. Власть Кадырова он усматривает, вот ты слушай его, он усматривает как удачное стечение обстоятельств. И это удачное стечение обстоятельств заключается в том, что Кадыров находится в сговоре с евреями. Он ведь и сам добивался, он, он проговорился. В этой же записи он проговорился, обвиняя их, он проговорился. Он всеми правдами и неправдами добивался тех преференций, которые имеет Кадырова. Он же говорит нам, мы предлагали российской власти создать из 20-30 тысяч дагестанцев отряды готовы преданно служить России. Его предложение не приняли. Я хочу ему еще раз напомнить, это та Россия, которую он называл, что создана Хаббадом и управляет Хаббадом. То есть он был не прочь туда пойти в служение Хаббаду, да еще с собой как попутно взять 20-30 тысяч дагестанцев, которые преданно служили бы, преданно. А как правило, преданно служит хозяину собака или раб. Ну собак обижать не будем. Да. Но он продолжает свое, смотри, вот подспудное, как он вот такой стукачок. Он говорит, чеченцы отклоняются, говорит, он в войне в Украине. Чеченцы отклоняются, они делают все для того, чтобы не воевать с Украиной. Потому что украинцы мужественные люди. Чеченцы знают, кто их враг. Сегодня так получилось, что их поневоле. Он говорит, что дагестанцы показывают чудеса храбрости. Богу навстречу, показывайте. Но мы не будем показывать чудеса храбрости, защищая русских мальчиков, защищая идеологию русского мира. И вот все, что он говорит, чего он добивается, для подавляющего большинства чеченцев является предательством. Предательством и оккупацией. Он пытается войти вот в это. Он пытается вот в этом раствориться, он пытается в этом состояться. А мы ненавидим то, к чему он стремится. И заканчивает он по памяти свое обращение тем, что он призывает дагестанцев надо готовиться, он так и говорит, к элементам гражданской обороны. Но он неправильно сформулировал в силу отсутствия знаний то, что он хотел. Он вообще хотел сказать «готовиться к гражданской войне». И здесь он говорит правильно. Он говорит, что в сентябре война закончится. Он здесь тоже говорит правильно, потому что сентябрь не за горами, русские проигрывают его хозяева. И поэтому настоящие дагестанцы, настоящие гордые дагестанцы, которые обязательно будут управлять Дагестаном, они обязательно придут. и вот это созданное, продуманное, глубоко продуманное, это не просто так. Он эмоционально это выдает, потому что в нем, конечно, читается ненависть к чеченцам, ненависть к ируцам, которых подпустили к такой большой власти, к таким большим богатствам. Он где-то там ходит, ошивается и не может там, и босики, которыми он дружит, и они не поднимаются к властям и к деньгам. Но его задача сейчас заключается в том, чтобы давать ложные сигналы дагестанцам. Он будет зажигать ложные маяки дагестанцам, показывая, куда идти. Ты знаешь, Гелла, в современной истории, в постсоветской истории, насколько я могу, я помню, был один лидер, достойный уважения, без сомнения, мы будем его именем называть улицей Надыр Хачилаева. Это был человек большого ума и большого сердца и большого понимания. Он мыслил категориями Кавказа. Вот в этой всей истории был такой кризис в Дагестане. И ты знаешь, я могу поздравить дагестанцев. Я могу поздравить дагестанцев, потому что у Дагестана восходит новая звезда, молодая звезда, к слову сказать, Аварец, Ахмад Ахмедов, спортсмен, умнейший парень, который воюет на стороне Украины против России. Это человек, который мыслит политическими категориями и заточен на победу и на создание государства Дагестана. Вот эти дагестанцы являются теми маяками, на которых должны ориентироваться дагестанцы. Денга Ахмедов провокатор, и он один из тех, кто сейчас будет разжигать ненависть по всему Кавказу. Я, к сожалению, боюсь Денга, что нам с тобой придётся в последующем обсуждать и ещё других, кто появится у соседних народов, которые тоже будут призывать к ненависти к чеченцам, ведь она обусловлена совсем другим. Многие это не понимают. Обусловлено тем, что чеченцы заточены на свободу, на своё государство, они имеют опыт работы в этом направлении. И именно вот эти активы создаются рядом с чеченцами, с правительством Чеченской Республики в изгнании и в других структурах. Вот это основная опасность. Российские спецслужбы считают, если они загасят вот этот большой фонарь, дающий кругом свет чеченскую инициативу независимости, то тогда они смогут управлять настроениями Кавказа и Кавказа. Я не думаю, я очень рад, я радуюсь, когда очередной раз я в социальных сетях вижу представителей отдельных народов, которые говорят за свою свободу. Да, порою я не разделяю их дорогу к пути освобождения. Мне кажется, они немножко заблуждаются, но я радуюсь, что они не хотят оставаться в рабстве. Они отказываются быть рабами. И это всё и есть, пожалуй, тот нарратив и те инициативы, которые подталкивают вот этого человека, вот эту всю ересь, вот это всё в отношении говорих чеченцев. Ты задал очень интересный вопрос, а почему он не говорит про Кадырова? Хотя понятно, там везде всегда, что я могу сказать? Мне кажется, он стесняется Кадырова, он его стесняется говорить про за него. Он же опосредованно говорит за него. Вот такие вот дела мой друг Гейл. Ты знаешь, вот мы с тобой 54 минуты уже беседуем. Я так палю одним глазом за чатом. Хочешь, я тебе скажу верный признак того, что ты попал в меня? Пришло столько ботов, столько людей с нетрадиционными взглядами, мягко говоря, нетрадиционными взглядами, для них это нормально. Традиционность всегда, это у каждого своя традиция, мы же знаем, да? Я понял, что некоторые пришли по зову души, некоторые пришли по зову службы. Бывает, бывает. Если я начну перечислять всю зоопарку, который здесь писали, мы с тобой потратим еще не один час для разбора. Ну, например, 39 народов Дагестана ненавидят чеченца. Все 39 народов, все ненавидят чеченца. Или, например, еще один, ищущий истину, большими буквами, хакаб слогом не пишите, за это накажу. Значит, даже не за то, что вы пишите, а за то, что хакаб слогом пишите. Неужели вы не понимаете, что единственная сила чеченцев и Чечни в том, что они вместе с Россией и с русскими? Неужели вы этого не понимаете? Что мы должны быть вместе с Россией, мы с Россией сила? Ну, и так далее, и тому подобное. Я еще раз говорю, тут очень-очень много странных комментариев, до которых, там еще был комментарий, что 60 миллиардов или 6 миллиардов ракет Армения сейчас передаст Украине. 6 миллиардов советских ракет Армения передаст Украине. Если 6 миллиардов в советских ракетах глава Армения, то тогда как так получилось? Потому что пишут бред полный. Ну, ладно, хорошо. Бывает так. Ну, конечно, бред. Вот это 39 народов. 39 народов. Но это, конечно, глупость. Но я этому человеку хочу ответить. Понимаю, что это глупость. У него очень хороший ник Винни-Пух. Винни-Пух. Он и есть Винни-Пух. Это шарик, пузырек, который летает. Так вот, я ему хочу сказать, чтобы он обязательно услышал, как вам плохо спится. А мы не дружим. 39, ни один народ. Мы ни с одним народом не заключаем союз против вас. Мы уважаем представителей вашего народа. Знаешь, почему? Мы самодостаточные. Мы не ущербные. Мы не чувствуем комплекс неполноценностей. Мы знаем, чеченцы, что мы всегда постоим за себя. Что мы всегда отстоим себя. И поэтому мы ни с кем не дружим против кого-то. Босяк, пух, лети. Лети. Мы пух пускали у многих, как ты. Радует то, что это не мнение народов, окружающих нас. А, еще одна прекрасная вещь. Этот Кутаев лжет. Он никак не может определиться, он за Россию или за свободную Чечню. Говорит, писать такое на этом канале, хорошо, ладно. Без комментариев, понимаете. Поэтому, понимаешь, в чем дело. в интернете можно все писать, можно все и так далее. Но я сначала думал, банить не вай, а потом думаю, пускай пишут. чтобы с одной стороны глупость, с другой стороны провокация были бедны всем. Я сделаю из твоего разрешения небольшое обращение к народам Дагестана, а потом тебе, чтобы мы с веселым настроением сегодня попрошались, расскажу одну байку, которую мне рассказали. Я хочу обратиться к народам Дагестана. Уважаемые дагестанцы, уважаемые народы Дагестана, мы знаем, Дагестан разный, как мы и все разные. Были разные, когда на нас шли армады русских убивать нас, были те, которые бежали к ним, давали им продукт, еще что угодно, ублажали их и на путь давали нас убивать. Но к счастью большая часть были те, которые переживали за чеченцев, делали дуа за чеченцев. Когда из Буденовска наши герои возвращались, они встречали их с цветами, угощениями. Когда из Первомайска чеченцы вырвались, они их встречали. Мы знаем такой Дагестан, мы знаем таких дагестанцев. И могу вам смело сказать от имени чеченцев, мы с большой любовью относимся, у нас хорошие друзья в Дагестане. Когда я обращаюсь, я хочу поблагодарить моих друзей кумытов, которые мне прислали из Индерея, из Махачкалы, из Стамбула. Хочу поблагодарить моих друзей-врачей, даргинцев из Дагестана. Хочу поблагодарить лесгинов из Дербента и из Москвы, которые писали, что они с чеченским народом. Ребята, дорогие мои друзья, те, кто мне писали, огромное вам спасибо, но я хочу вам сказать, мы с аварским народом, мы с аварским народом. Деньга Халидов транслировал мне настроение, по крайней мере, настроение не всех аварцев. Сегодня в мире есть главный аварец, президент Конгресса народов Дагестана Ахмат Ахмедов, человек, который с гордостью называет меня своим старшим братом, человек, который стоит на принципы освобождения Дагестана, а таких людей у меня много среди аварцев, и поэтому мои друзья дагестанцы не аварцы, не поддавайтесь на провокации, я знаю, что вы большие друзья чеченцев, я знаю, что вы всегда стояли и будете стоять рядом с нами, но мы никогда не будем дружить ни с тем, против кого-то. Мы являемся друзьями всех дагестанцев, всех без исключения, и поэтому я хочу сказать, что мы должны внутри себя, в своих народах делать все, чтобы подобные провокации не появились, мы должны этих людей останавливать. Маговик истории, он переворачивается, хотим мы или не хотим, Россия потерпит поражение, она уже потерпев, и те люди, которые обслуживали людей русского мира, русских националистов, считая себя второсортными и бегая у них на побегушках, они питаются нас, кавказцев, мусульман, под них держать, но мы в стойле русской империи стоять не хотим. Вся проблема, в которой обвиняют чеченцев, что мы не хотим стоять в стойле, где выстроились рабы и крепостные. Я надеюсь, уверен, кавказцы в подавляющем своем большинстве не хотят этого, и поэтому я нам всем желаю всего доброго, всего хорошего, чеченцы в подавляющем своем большинстве, если не считать тех провокаторов, как Денга Халидов, которые специально делают и сбросы, и всякого рода провокационные действия, но это нет чеченцев в стержне своем, который всегда был и остается народом, интернационалистом в хорошем смысле этого слова. Поэтому я нам всем желаю всего самого хорошего, дружбы нам, понимания и уважения, большого уважения. Денга допустил большую ошибку, Денга допустил страшную ошибку. Он у нас в наших домах ел наш хлеб и соль, он бывал у нас, он выступал на нашем телевидении, ни один дорогинец, врач пишет. Руслан, мы же помним по 90-м годам, с какой гордостью он ходил, что он большой друг чеченцев. И он удивляется, он возмущается, почему он вдруг изменился. Успокойтесь, мои друзья, это он изменился, потому что конъюнктура изменилась. Поэтому все хорошо, все так и должно было быть. Вот с такими добрыми, хорошими, искренне братскими словами я хочу закончить обсуждение вот того, ради чего мы с тобой сегодня ты попросил меня и прокомментировать. Я, может быть, что-то упустил, но не суть важна. Самое главное, мы уловили главную мысль, главный месседж, который он посылал, то есть объединяйтесь с народом Дагестана, ненавидеть и убивать, перескредитировать чеченцев. Не получится. не получится. И потом, если у тебя в этом направлении нет, я обещанный вот этот, не то, что рассказывал, вот этот случай расскажу тебе после того, как ты мне дашь на это разрешение. Ну, конечно, о чем расскажи. Смотри, ты когда сказал, что социальные сети это такая возможность, ешь и не хочу, и это может сделать каждый. У меня один мой друг рассказывает случай. Ну, у него знакомая какая-то семья, и в этой семье отец семьи достаточно серьезно давлел на жену, на детей, он там амбиции, что он не востребован, что его не понимают, а он лучше там, ну, вот что-то такое. Семья устала, и они ему предложили, или так получилось, что он вот в этих социальных сетях появился, и он там начал какие-то свои разговоры вести, каких-то видимых сторонников, кто его слушает. И потом он чтобы в этой сети завяз, и чтобы над ними не доверял, и чтобы он их откровенно говоря не ругал, каким-то образом не доверял над ними, они что делали? Как его зрители, они говорят, вот ты потрясающий, ты великий, тебе бы и деньги можно. И вот они каждый месяц честно жена и дети на его счет отправляют деньги. В связи с тем, что они радуются, что он такой великий, сильный, и он каждый раз, когда ему эти деньги поступают, приходит и хвастается перед семьей и говорит, вот вы меня недооцениваете, посмотрите, мне еще люди деньги присылают. Понимаешь? Вот это и есть социальные сети. Вот видите, здесь тоже люди нашли спасение от террора семейного, и вот этот семейный террорист нашел успокоение тем, что он востребован, его слушают, его любят, больше того, его даже финансируют за все эти его дела. Вот такая уникальная вещь социальные сети, и все этим благом пользуются. К сожалению, не каждый, как это нужно было бы сделать здоровомыслящему человеку. Спасибо, спасибо большое. Руслан, ты знаешь, по поводу комментариев и так далее, ну видно же все, все настолько видно, что даже не хочется цитировать кого-то из них, но вот очень хороший комментарий. Справедливый человек, который успел написать, что так уже земли исканные Дагестаном, что Кутаев провокатор, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и вот он говорит, по комментариям хорошо видно, как чеченцы относятся к дагестанцам. Ребята, вы поняли? Я думаю, что вы все поняли. Вот этот маленький комментатор, вот этого маленького человека с американским флагом, он показывает то, что Руслан попал в нервы. Каждый народ достоин своего национального края, но сила кавказских народов единственная. Неважно, независимо от количества населения, именно о каком языке они говорят. Могу сказать троллем, могу сказать троллем, ваш проект Деньга Халидов, это всего лишь одно звено большой цепи российских заготовок по дискредитации и ненависти к чеченцам. Он провалился. Он провалился, потому что мы быстро вычислили, откуда растут ноги и в чём заключаются цели. И победа заключается в том, что действительно, я вот сижу сейчас в телефоне, поглядываю потихоньку, огромное количество приходит от дагестанцев, в том числе и от аварцев, сообщение поддержки и подтверждение своей дружбы и уважение к чеченскому народу. не получится у вас, не получится. И с украинцами у вас не получилось, вы потерпите поражение и с кавказцами не получится. На этот раз Деньга Халидов призывает к гражданской обороне, я это понимаю, он интуитивно внутри себя говорит не к гражданской обороне, а к гражданской войне. Он знает, Ахмад Ахмад Ахмедов появится, такой же аварец, но сильный, смелый, независимый. Не чеченцы придут к тебе, а аварцы. И аварцы призовут к тебе ответы. Вот и есть ответ. Большое спасибо. Большое спасибо, Руслан, за очень интересную декаду. Я очень надеюсь, что она была полезной для всех нас. Я очень надеюсь, что мы все сделаем соответствующие выборы, несмотря на то, несмотря на то, сколько бы не лаяли те, которые просто не любят Кавказ. Еще раз огромное спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. И до новых встреч. Все благ, всего хорошего. Троллим привет. Вы работаете из-за того, что есть Гелла Васадзе и Руслан Кутай. Если бы нас не было бы, вам работы не было бы. Поэтому благодарите нас. Кусочек вашего хлеба это заслуга наша. Всего блага. Счастливо. Спасибо. 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 Счастливо.